Санкт-Петербург И мне здесь очень нравится. Петербург, как говорят в Германии, это русская Венеция. Да, хотя здесь иногда холоднее, чем в Италии. Ваш последний клип вы снимали в Петербурге. Почему вы решили снимать его именно здесь? У моей девушки есть своя компания, своя команда. Я подумал, почему бы и не попробовать снять клип в Петербурге. Я дал ей послушать песню, она загорелась идеей. Мы подобрали действительно хорошее съемочное место Анинкирхе. Там было действительно потрясающе. Очень подошло духу песни. Да, в Петербурге много прекрасных мест. А какое из них у вас самое любимое? Моё любимое место в Петербурге? Хороший вопрос. Я на самом деле люблю гулять по Невскому, потому что там постоянно что-то происходит. И ты становишься частью этого. Там расположен мой любимый ночной клуб, в котором мы находимся и который держат мои друзья. Выбрать какое-то одно место вообще невозможно. У меня всегда тяжелый выбор, что посетить, когда я гуляю по городу. Музей этот огромный корабль, постоянно забывая его название, вот прошлым летом посетил Петергоф. И если хочешь окунуться в культуру другой страны, лучше Петербурга не найти. Вы играете музыку в жанре хард-рок. А можно ли сказать так про Петербург? Можно ли сказать, что это город хард-рока? Естественно, здесь очень много фанатов хард-рока, для которых мы с удовольствием играем концерты. И атмосфера в других уголках мира есть похожая. Только здесь, в России, в Петербурге, фанаты гораздо более эмоциональны. Такое чувство, что у них все идет от сердца. Вот в этом и есть отличие от всего мира. А если бы Петербург был песней из вашего репертуара, то какой? Это очень сложный выбор. Невозможно для этого города выбрать какую-то одну песню. Их много. Пожалуй, наша песня «Гром в башне». «Гром» хоть и пугает, но все равно в нем нет негативной стороны. Это знак того, что жизнь идет, что-то происходит, меняется. И это очень похоже на Петербург. А может ли хард-рок, музыка помочь в решении мировых проблем? В политике, например. Безусловно, я всегда стараюсь писать тексты песен, отталкиваясь от того, что происходит в мире. Вы знаете, я никогда не пел о средневековье, о драконах, ведьмах и подобном. Для меня, если ты хочешь высказаться о том, что происходит вокруг, ты должен отражать это в творчестве. Я не хочу быть учителем, ментором. Если до слушателя дошел смысл, хорошо. Нет, тоже хорошо. Значит, он просто насладился музыкой. Для меня важнее сказать что-то и, может, этим изменить чью-то точку зрения. Правильно, потому что мир у нас один. Да, это... Да, еще один смысл. В мире происходит множество сумасшедших вещей. В Сирии, Турции. Ты видишь их очень часто. И не надо уничтожать этот мир, ведь он у нас такой прекрасный. Достаточно лишь жить вместе, дружно. Это значит, что мы можем жить вместе в этом мире. Спасибо, товарищи. Да, приятно. Спасибо.